Привет, с вами Ньярл, и это каст матча 3 на 3 в Dawn of War 2 Retribution, обычная ритейловая версия. И в этом матче мы будем наблюдать за битвой двух команд. В первой команде Злой Молочник, который играет за Потикария, Надзи Лавер 6669, который играет за Инквизитора, Алиандр Бета, играющий за Чемпиона Чумы, И против них Твоя Мама, которая играет за Команда Ноба, Люкен, играющий за Мека и Гом, играющий за Командора Космодесанта. И у меня было уже несколько комментариев, которые просили покастить командные матчи, матчи с большим количеством игроков, поэтому я решил это сделать заодно. Но Злой Молочник прислал мне этот реплей, и, по-моему, он довольно интересный. И два игрока за орков сразу же идут наверх, в то время как по центру Имперский Гвардеец получает свободную возможность все перекапать. Две точки победы, а то наверху собираются орки. Уже пять орочих отрядов собралось наверху. И Гом со Злым Молочником на нижней линии потихоньку перестреливаются. Я думаю, основная точка интереса будет именно на верхней линии на этой карте. Алиандр Бета сообщает своей команде, что против него два орка одновременно. Имперский Гвардеец поднимается по центральной лесенке. Для того, чтобы помочь своему союзнику. При этом у него Сентинель уже перекапывает ближайшую точку победы к красной команде. Посмотрим, получится ли у красной команды задержать строительство генераторов на этой точке энергии или даже убить какие-то отряды. И отряд Еретиков уходит на шести здоровья. Посмотрим, отряд Рубак дерется против двух отрядов Космодесантников Хаоса. И Рубаки погибают. Кажется, ее мама теряет отряд Рубак. Очень неаккуратно во время такого пуша. И сзади к ним заходит уже Имперский Гвардеец. Оркам сейчас придется отступать. Они дошли до вражеской базы, но точку не задекапили. В принципе, строительство энергии здесь не особо-то и замедлили. Но арки продолжают драться. У них уже есть апгрейды на бигшуты. По крайней мере у одного отряда. И только сейчас они отступают. Тем временем, на низу Гом, похоже, выигрывает столкновение между ним и злым молочником. Потому что сейчас на низу у него стоят уже два генератора. В то время как злой молочник у себя еще не поставил даже поверноду. И да, энергии на данный момент у первой команды, кажется, у синей команды намного меньше, чем у красной. У красной команды два генератора стоят уже на верхней точке. Третий генератор уже стоит на нижней точке. Чувствуют они себя замечательно. Вот на верхней точке имперский гвардеец приходит в харассе генераторы. Инквизитор вместе со своими имперскими гвардейцами. Ну и на центре особо народа нет. Разве что Гом заходит, похоже, для того, чтобы фунговать. Заходить с фланга или нет. Он просто хочет перекапать точки. И да, энергию. Одну точку энергии у красной команды все-таки отобрали. Разломали на ней генераторы. Сдекепили. Но одна точка энергии у них все еще остается. И Мек с Дефганом телепортируется на Сентинеле. Убивает его до того, как Сентинелю успевают убежать. Луты уже сделаны. Луты раскладываются. Посмотрим. Так, вылетает ослепляющая граната. Станет всех. Луты хоть и стоят в середине открытой местности. Все равно они спокойно обстреливают врагов. Так. И чемпион чумы довольно быстро дропает модельки лут. Так, залетают выстрелы из гранатомета от катачанцев. Орки прорываются сверху. Но это отряд рубак, который сейчас будет в нужде наступить. Нет, они не успевают отступить. Они погибают от огня. Но из маринов. Еще один отряд рубак забегает по центру. И ноб раскладывается. Последний выживший лута все еще ведет огонь. Такой грязный замес. Какая грязная битва. Под огнем. И мег тоже, кажется, погибает. Да. Он не мог стрелять под огнем, но из маринов. И не успел собраться и убежать. И погибнут ли шуты. Нет, у них остается 19 здоровья, но они убегают. Еще один отряд шут вынужден отступить. И но из марины здесь кажется хорошим выбором. Да, и только-только синяя команда ставит генераторы на верхней точке энергии. Здесь, на низу, тоже ставят энергию. Ну да, у них это очень сильно замедлено по сравнению с красной командой. У красной команды генераторы работали уже долгое время. На низу. И сейчас Гом настолько уверен в своих силах, что он ставит поверноду на этой центральной точке энергии. И здесь они ставят генераторы. Неужели злой молочник настолько сильно проигрывает свою линию? Я довольно слабо наблюдаю за нижней линией, к сожалению. Потому что наиболее масштабные битвы происходят наверху. Но судя по тому, как здесь закапаны точки, и судя по тому, как застраиваются генераторы, Гом здесь выигрывает очень основательно. Оба орочих героя лежат мертвыми недалеко друг от друга. И кажется, здесь хорошо себя чувствует только Гом. Ну, Алиандр Бета и Натзи Лавр. У Натзи Лавра... У него пока что только два отряда гвардейцев в живых. Каким-то образом он успел потерять отряд катачанцев, который, я помню, у него был. И Люкен уже находится на втором тире. Он заказывает себе вартрак. В то время, как ее мама начинает переходить на второй тир, у Гома достаточно энергии. Для того, чтобы это сделать, не хватает реквизиции. Так как он сделал уже три отряда тактикалов. И да, с тремя отрядами тактикалов неудрено, что он здесь пропушивает злого молочника, у которого силы намного скромнее. И три отряда тактикалов с болтами Кракена довольно быстро фукусят Ассолтов. Форс Коммандер, находящийся в обороне, тоже не дает Ассолтам особо разгуляться. Силы злого молочника отступают на базу. И Гом продолжает свой марш к генераторам Синей Комманды. Тем временем, Алиандр Бета переходит на второй тир. Ну, красная команда уже почти вся переходит на второй тир. Точнее, уже вся переходит на второй тир. Не почти. Люкен уже на втором тире. Злой молочник и Наци Лавр еще на второй тир не переходят. Злой молочник может это сделать. Ну, и Наци Лавр почти там. Несмотря на то, что ситуация по энергии вроде бы была неравная, у них есть возможность перейти на второй тир практически одновременно у обоих команд. Посмотрим. Ну, перейти на второй тир мало. Надо еще сделать что-то на втором тире. Посмотрим, что синяя команда будет делать там И вартрак заезжает в гущу хаоситов Рубаки и шуты вылезают из вартрака Начинают со всеми драться Было сделано прикосновение Нургла на еретиков Но из марины включили какафонию Но орки пополняются рядом с вартраком Махают чопами И смогут ли но из марины убежать? Нет, но из марины погибают Хорошая атака от орков И инквизитор Инквизитор остается в бою У нее есть арбалет и силовое поле Но надолго ли? И еще один отряд космодесантников хаоса погибает Насколько это результативная атака от орков? И инквизитор не нажимает на кнопочку Х и тоже погибает Крайне результативная атака на втором тире от орков И Гом жалуется на то, что у него два игрока Ну, учитывая какой урон нанесли его союзники наверху То, что у Гома два игрока, это не играет особой роли Ну, хотя да, у него здесь находятся все-таки две генофермы И помощь второго игрока здесь заключалась, видно, исключительно в присутствии этих имперских гвардейцев В которых покоцанные два отряда Наций Лавр еще только переходит на второй тир Гом уже переходит на третий тир И на поле боя у Алиандра Беты выходит Бладкрашер Это очень интересный выбор Логичный выбор, предсказуемый выбор Интересный, потому что он может нанести огромный урон по оркам И посмотрим, сколько именно урона он нанесет Оркам для того, чтобы его побить, нужно делать отдельные отряды танкбуст Скорее всего, может быть, Люкин возьмет себе Бимидевган Посмотрим, что именно сделают игроки за орков против него Так смешно выглядят орочи-генераторы с ультрамариновским сидением от унитаза, нарисованным на них Ну, Гом перехватывает генераторы, захваченные синей командой И композиция Гома пока что превозмогает композицию злого молочника Эти ассолты не спасают его от блоба тактикалов Не особо результативно вызывается напалм Десантники Гома просто по нему ходят Они в нем стоят и особо внимания на него не обращают Настолько они жирные Но несмотря на то, что Гом уже на третьем тире, апгрейдов на тактикалов у него нет То есть у него у тактикалов нет сержантов У тактикалов нет... Ну и давайте у тактикалов нет плазмы Давайте вернемся наверх Где происходят самые грязные замесы Бладкрашер У него уже мало здоровья, возвращается на базу Ну да, у Люкина доделались танкбусты У него есть даже стикбомбы Ух, как давно я не видел этот отряд Стикбомбы отступают Под запом своего же вертбоя Сейчас зап перекинется еще и на отряд шут Опасная спаса... И он их почти убивает Неужели шуты погибнут из-за своего же запа? Похоже было на то Да, шуты погибли из-за запа Неудачно приземлившегося на них Сначала на стикбом, потом на них И Гом заказывает своему командору Господи, у Гома Куда-то исчезла вся его армия Я подозреваю, что в этом как-то замешаны эти огрины Вот это минус 3 на 3 и 2 на 2 И... Отряд девастаторов с плазменной пушкой Насколько я помню... Да-да-да Когда я просматривал... Я поймал тот момент, когда просматривал 3пл в первый раз Девастаторы с плазменной пушкой находились здесь Они выстрелили по блобу Гома Который был весь скучкован вокруг этого укрытия И здесь погиб отряд Так ты просто сразу Один отряд погиб сразу И с фланга зашли имперские гвардейцы Мне очень жаль, что мне приходится рассказывать это Постфактум Потому что я не могу это показать вам Но вот это минус 3 на 3 Я не могу всегда быть уверен, что Я покажу все, что происходит Все интересное, что происходит на карте В любой момент И огрины на поле боя Огрины это замечательно Огрины очень сильный отряд Все знаем В 3 на 3 их сила не становится Слабее Ничуть Ну да, один отряд Девастаторов с плазменной пушкой Просто уничтожил Блоб Гома И все еще этот баг с Командором в терминаторской броне присутствует Сейчас На первом Первое место В списке отрядов занимает Отряд Девастаторов Командор находится где-то Дальше в списке И Замечательно выглядит по очкам Синяя команда То есть После этого врыва Особенно Они замечательно выглядят по армии Узлова молочника Очень хорошие силы Два отряда такты Отряд асолтов Девастаторы с плазменной пушкой Вообще МВП Библиарий У Нации Лавра Уже есть Два отряда Огринов У Алеандра Беты Два Бладкрашера Новые Но из Марины Он переходит на третий тир И Главные очки победы По очкам победы 435 Очков У синей команды В то время как Меньше 130 очков У команды красной Ситуация выглядит довольно плохо для красных В данный момент Посмотрим Синяя команда идет по низу Библиарий кидает ускорение на Огринов И Что может быть сильнее Огринов Только ускоренные Огрины Огрины Также невидимые Инквизитор взяла себе броню Допроса Которая Позволяет ей делать Какой-то союзный отряд невидимым Невидимые Огрины Как это жутко Так И Это уже Энергия ближайшая К базе Гома Синяя команда Чувствует себя замечательно Они ломают энергию Они перекапывают энергию Тем временем Что происходит наверху Два Бладкрашера Врываются Но здесь слишком много Отрядов Танкбуст Три отряда Танкбуст Нет Этот врыв Был плохой идеей И Оба Бладкрашера погибают Три отряда Танкбуст Делают свое черное дело И Бладкрашера Отправляются обратно В варп Армия Алиандра Беты Снова выглядит Довольно грустно Отряд Еретиков Один отряд ХСМ И Отряд Ноизмаринов Возможно Он планирует Ноизмаринами Устраивать Такие же Жуткие вещи Какие Злой молочник Устраивал Своими Плазменными Девастаторами Ну Не знаю Получится ли у него Так И орки Спускаются На центр Где они Перекапывают Энергию Ну Синяя команда Видно Просто хочет Дожать По очкам Победы Они Концентрировались На нижней линии Последнее время Но На нижней линии Это нет Нет Точек Победы И здесь Судя по всему Злой молочник Потерял От камней Отряд Такты Да Здесь Приземлились Камни Орка И злой молочник Потерял От них Отряд Такты В очередной Раз Я не смог Это показать Потому что Смотрел Куда-то Еще Ну Вот Это Минус Три На Три К сожалению Я ничего Другого Не могу Сказать С Оправдания Еще Один Момент Который Я поймал Когда Смотрел Матч В первый Раз Так Наци Лавер Делает Третий Отряд Огринов Но Выживут Либо Отряда Да Выжили Оба Отряда Огринов Которые Уже Находились На Поле Боя Наци Лавер Похоже Не Планирует Переходить На Третий Тир Или Делать Что-то Похожее На Мантикору Например Что-то Более Ну Прадиционное Для Три На Три Он Доволен Спамом Нобов В то время Как Юмама Ему Надо Делать Что-то С Этими Отрядами Танкбуст Потому Что Ну В данный Момент Они Бесполезны Учитывая Что Это Три На Три Рано Или Поздно Кто-то Сделает Супер Юнита Или Кто-то Сделает Там Танки Так Что Эти Танкбуст Еще Успеют Себя Показать Пока Что Они Могут Заниматься Харасом Генераторов Вот Тут Находятся Генераторы Беззащитные Которые Их Уже Здесь Нет Потому Что У Командора В Терминаторской Броне Есть Тяжелый Огнемет И Тяжелый Огнемет Заставляет Генераторы Испариться В Считанную Секунду Злой Молочник Переходит На Третий Тир Нац Лавер Остается На Втором Алеандр Бета Уже Давно Перешел На Третий Тир Но Он Вряд Там Что Будет Делать Потому Что Это Хаос В Ритейле У Них На Третьем Тире Ничего Хорошего То И Нет Люкин Делает Нобов И В данный Момент Нобы Приближаются К Полю Боя Посмотрим Так Зап Прыгает Между Отрядами ХСМ И Так Злой Молочник Присоединяется К Битве Отряды Огринов Оказываются Подавлены И На Огринов Вызываются Камни Наконец-то Камни Которые Я Поймал Первый Залп И Кажется Что Никого Эти Камни Так И Не Убили Да Хотя Нет Здесь Они Отбрасывают Отряд Огринов Вниз И В результате Силы Орков И Космодесанта Этих Отряд Огринов Расстреливают У Наци Лавер Остается Просто Два Отряда Огринов И Больше Ничего Так Тем Временем Нобы Месятся С Двумя Отрядами ХСМ ХСМ Поддерживают Поклоняющиеся Еретики И Нойзмарины Но Огромная Армия Орков Уже Подъехала Чтобы Помочь Нобам Нобы Конечно Покоцаны Всего лишь Три Из пяти Членов Отряда У них Остались Но Они Сейчас Могут Пополниться Рядом С Вартрак И Вартрак Все Еще Очень Полезен Для Сил Орков Даже Сейчас Когда Почти Все Перешли На Третий Тир Надзилавер Делает Отряд Штурмовиков Похоже Он их Вызывает На поле Боя Специальной Способностью Инквизитора И Да Похоже Что План Надзилавера Был Просто Дожать Врагов И Учитывая Ну Если Посмотреть На очки Победы Этот План Не Кажется Таким Уж Сумасшедшим 358 Очков Победы На 55 Очков Победы Но Смогут Ли Они Это Сделать Смогут Ли Они Дожать Врага Пока Что Штурмовики Смогли Только Декэп Эту Точку И Центральная Вторая Точка Кэпается Библиария Вартрак С Парнями Подъезжает Поближе Огрины Оказываются Подавлены Так К ним Подбегают Рубаки Два Тряда Рубак С Нобами Это Все-таки Довольно Солидно И Алеандр Бета Использует Свою Ультимативную Способность Свою Нюку Но Она Вот Она Притягивает В себя Вертбоя И это Самое Главное Потому Что В Нюке Хаоса Только Центр Наносит Урон По сути И он Опаснее Всего Против Командиров Или Против Целей Которые Типа Техники Например Которые Не могут Войти С центра Вот Вертбой Которого Притянуло В центр Это Как раз Было Главной Целью Данного Данной Нюке Так Ну Точки Перекапаны Но Сейчас Они Перекапаны Вровень Верхняя Точка Капается Хаоситом И От Центральной Отступает Инквизитор Похоже Что силы Красной Команды Пушат Идут Вперед И перекапывают Узло Молочника В очередной Раз Значительно Уменьшилась Армия И в очередной Раз Последнее Что по ним Попадало Это была Нюка Нюка Орка По-моему Но она Отряда Не убивала Ладно Так или иначе Ее мама Сделала Бэтлвагон И делает Отряд Команда Люкин Делает Еще Отряд Стикбомб В то время Как Гом Вызвал На поле Боя Отряд Штурмовых Терминаторов Эти Штурмовые Терминаторы Уже Убегают От врагов У них Осталось 500 Здоровья Они Изначально Телепортировались Где-то Здесь Да На очередной Геноферме Которую Командор Заставил Испариться Своим Тяжелым Огнеметом И на поле боя Есть Бэтлвагон Очень Очень Мощная Вещь Огрины У них Не получается Просто Огринов Не получается В одиночку Справиться Со всем Что происходит Со всей Этой Армией Армия Орков Слишком Большая Огринов Подавляют И эти Танкбусты Против Огринов На удивление Результативные И подавленных Огринов Также бьют И два Отряда Рубак У них Есть Ноб Который Наносит Дополнительный Урон По Огринам В одиночку Они бы Конечно Один из Этих Отрядов Огринов Не победил Но тот Факт Что их Очень Много Он Вот он Больше Всего Огринов Огорчает Их Очень Много Они Все Дерутся Вместе Это Заходит Ульта Злого Молочника К сожалению Она Промахивается По Большей Части Да Она Ловит Разве Что Мека И Посмотрим Убьет Ли Она Этого Мека Нет Мека Не Убила У него Остается По-моему Она ему Даже Урон Не Нанесла У него Как Было 130 Здоровья Так 130 Здоровья И Осталось Странно Как-то И Красная Команда После Тяжелой Ситуации В которой Они были В начале Второго Тира Они Полностью Оправились Орки Которые Со Своим Вартраком Просто Ездят По карте И все Убивают Мне кажется Главными Виновниками Хотя Гом Тоже Значительно Помог Со своим Командором И Его Так Камни 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 Приземляются Убивают Девастаторов С плазменной Пушкой Убивают Апотекария Урчи Камни Это очень Хорошая Нюка И Армия Злоумолочника В очередной Раз Оказывается Уменьшена Орки В этой игре Себя Показали Замечательно Это Ритейловские Орки Еще не Занерфленные Грязными Руками Создатели Элитмода Да Ритейловские Орки Ну Самой Мягкой Целью Которую Синя Команда Могла бы Преследовать Для Улучшения Своей позиции Является По моему Вартрак Вартрак Чудовищно Полезен Для Армии Красной Команды Он Просто Тащил Их На своей Широкой Спине Через Эту Игру Но Этот Вартрак Синяя Команда Почему-то Так и Не смогла Убить Один Из Вартраков Был Убит Когда Орки Сделали Оба По Вартрак В начале Второго Тира Но Второй Вартрак Выжил Этот Вартрак У него Даже Нет Апгрейда На Броню Все Это Время У него Его Не Было Он Дожил До Третьего Уровня И Все Это Время Он Был Полезным От Него Все Это Время Пополнялись Орчьи Отряды Он Все Время Перевозил Орчью Армию И Это Надо Было Его Убить Пораньше И Синя Команда Находится В Очень Плохой Ситуации У Надзи Лавера По сути Ничего Нет Кроме Отряда Огринов И Отряда Шторм Трупперов Синя Команда Уже Обсуждает Как бы Лучше Сдаться У Красной Команды Есть Супер Юниты Есть Бэтлвагон Есть Штурмовые Терминаторы Стикбомбы Также Очень важный Юнит Не знаю Мне очень нравятся Стикбомбы Такой веселый Юнит Хидаются Гранатками Я любил их делать Когда играл в 3 на 3 И Очередные Камни Заходят Да Это очень мясной 3 на 3 Учитывая Сколько Камней Орки Пустили Это уже Где-то Четвертые Камни Которые Опускаются На врага И Синяя команда Сдается Ладно Надеюсь Этот матч Вам понравился Здесь Было Несколько Поворотных Моментов Поворотные Моменты Были В начале 2 тира Когда Синяя команда Начинала Лидировать И Поворотный Момент Был Когда Красная Команда Совершила Камбэк Ну и Спасибо Злому Молочнику Что он Прислал Этот Реплей Не побоялся Прислать Реплей В котором Он Проигрывает Когда Я сказал В начале Матча Что злой Молочник Прислал Реплей Вы наверное Подумали Ааа Так он Наверное Здесь Выиграет Если он Прислал Реплей Ха Нет Вы подумали Неправильно Ладно Спасибо Вам большое За просмотр Подписывайтесь На мой канал Заходите В группу В стиме Сервер В дискорде И Я Хотел Вам Сообщить О Новой Цели О Новой Донатной Цели Я Собираю Деньги На Новый Компьютер Как вы могли заметить Если вы смотрели Мой стрим В эту субботу Мой компьютер Вылетал Два раза В течении Стрима И Он Деградирует Разваливается На части Уже с такой Скоростью Что я уже Даже толком Не могу Стримить До век И Он Несколько раз Зависал Когда я записывал Ну Он зависал Один раз Когда я записывал Предыдущий каст В общем Мой нынешний компьютер Он Это бомба Замедленного действия Это вопрос времени До того Как он развалится Изначально Я хотел Запустить Этот Эту Донатную Цель После Месяца Ежедневных Кастов Чтобы показать Что я Как бы Не исчезну В очередной раз Куда-то Но Нужда Приперла Оказалось Что Мой компьютер Разваливается Намного быстрее Чем я думал И цель Конечно Довольно Немаленькая Но Если вы можете помочь Я буду очень благодарен В Описании к этому видео Есть ссылка По которой вы можете Задонатить И я буду очень благодарен Любой сумме То есть 50-100 рублей Не важно Любая сумма Будет очень полезна Ну и донатить Как бы Для того чтобы донатить Не обязательно иметь PayPal или что-то такое Даже с обычной Банковской карты Это возможно делать Так что Если Если вы хотите Это сделать Если вы хотите Поддержать канал И Плюс Нового компьютера Будет В том что я смогу Делать более красивый Контент То есть Меня просили в описании Например Чтобы я делал Касты 60 фпс Ну чтобы Количество кадров Было 60 кадров В секунду А не 30 Мой компьютер Не может потянуть Запись В режиме 60 кадров В секунду Я не уверен Что он может Потянуть Довик 60 кадров В секунду Ну и да Вот так Такая вот ситуация Ладно Спасибо вам Если вы Решите все-таки Поддержать Мою цель И Увидимся В следующем видео До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры